Всем большой привет! С вами снова я, Плайзен, и сегодня ух, у нас будет новая серия по игрушке Террария. Это вроде седьмая у меня, как всегда... Не, это восьмая серия по игре нашей любимой Террария. И что ж я сделал между сериями, что у меня произошло в жизни между сериями, сейчас я вам всё расскажу. Ну давайте, я не буду перематывать, сразу буду рассказывать, что произошло в основном. Это то, что я хотел купить процессор, но родители мне, конечно же, не разрешили его купить. Но ничего, не разрешили, не разрешили. Хотел купить микрофон, тоже не разрешили. Но в принципе, мне немножко стало пофиг на это всё, и я тут подумал, почему бы мне не заказать внешнюю звуковую карту на микрофон. Он будет улучшать звук его. И вы не представляете, как всё повезло сегодня, 11-е, 11-е, конечно же. Ну вот, по крайней мере, на момент этого видео, выхода этого видео. Вот, и короче, скидки там большие были, но... Вы не представляете, на Алиэкспресс... Да, небольшие скидки, но... И так это стоит, звуковая карта внешняя, 50 рублей, даже меньше, чем доллар. А со скидкой она стоит просто... Если она без скидки стоит 58 рублей, то со скидкой она стоит 57 рублей. То есть смысла было ждать 11-е, 11-е не было. Так что мы заказали её уже вчера. Ну, если, конечно, это видео выйдет 11-е, 11-е. Так что вот такие вот дела. Ещё я тут зашёл между сериями в Террарию, и... Вот тут нашёл бутончик Плантеры, кстати, это очень круто. Так, вот он тут бутон Плантеры, вот он бутон Плантеры. И у нас хотя есть одна попытка, чтобы её завалить в этой серии. Так, думаю, оружия я не буду всякое тут крафтить. Нафига оно нужно, я не понимаю. Сейчас... И, кстати, броню я тоже не буду никакую крафтить, потому что зачем нам крафтить броню, если у нас титанит, и это офигенная броня, в принципе, которая даёт 37 единиц защиты. Конечно же, я знаю, что святая броня даёт больше защиты. Я дальше посмотрю. Тут 8. Так, а тут 9. Да, тут 11, тут 10. А, тут тоже 11. В принципе, разницы толком-то нету. Но есть там, конечно, на парочку единиц защиты 39 будет. Но вот тут офигенный шанс. Это то, что удары по врагу дают вам иммунитет к их атакам. Но это, конечно же, не всегда. Через раз 10 даёт иммунитет. Но это, тем не менее, иммунитет тут. И очень круто. Так что я оставлю этот сет. Ладно. Болтавню в сторону и погнали к делу. Кстати, что я ещё хотела тут сделать? Это... Я ещё, наверное, серийно тут попармил души света. Ой. Души полёта. Вот. И также я ещё взял бы своё крыло летучей мыши. Так. И сделал бы крылья летучей мыши. Потому что это такие себе листыные крылья. Так. Вот теперь такие у нас. Крылышки как раз подходят, кстати, к этому. И на плантере они пригодятся. Так. Ну и давайте посмотрим, докуда мы сможем на них взлететь. Так. На листыных крыльях мы можем взлететь до... Ну, будем считать до половины. Так. А на этих крыльях мы сможем взлететь. Сейчас скажу, докуда. Ну, немножко меньше. Но пофигу, в принципе. Просто они смотрятся круче. И, в принципе, всё. И не надо писать в комментариях. Я, конечно, знаю, что я ушёл в минус по этим крыльям. Кстати, я тут шлепку одел. Ну, прикольно смотрится. Так. Ну, в принципе, не надо об этом писать. Потому что, ну, как бы... Я знаю, что я ушёл в минус. И, ну... Не надо об этом писать. Кстати, я тут ещё между сериями настроил звук игры. Так что вы меня получше слышать должны. Просто у меня всё на 40-м стояло. Ты косарь, бля. Косарь отдай, косарь отдай. Молодец, отдал. Кстати, вот он, кто-то не знал. Вот. Смотрите. 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 Так, что же мы будем делать? Сейчас мы будем, в принципе, идти в джунгли, там валить плантеру. Плантеры, кстати, изи с этим луком будет, я думаю. Сразу говорю. Так. Ну, и сейчас я покажу, где этот бутон находится у нас. Так, вот он, где находится этот бутон плантеры. И сейчас начинается самая муторная. Да. Расчищение арены. Эх. Ой, запись включилась. Посмотрите, какую я арену вырыл. Вырыл, и тут доктор Бонс. Это очень редкий боб. И с него даже ачивка, я помню. Да, археолог. И, кстати, с него шляпка прикольная падает, но я лучше одену шляпу робота. Ну, а я продолжаю фармиться. Ой, точнее, добывать. Точнее, строить арену, вот. О, шо вы делаете в моем холодильнике? Так, короче, арена построена. И что ж, погнали. Ну, а перед началом битвы я вам обзор на эту арену сделал маленький. Смотрите, в первой фазе мы, в первой фазе этой плантеры, мы вертимся вот тут вот вокруг нее и тупо стреляем в нее. А вот во второй, когда она будет стрелять своими тупыми жалами, мы будем вот так вот отходить. Кстати, тут не дарил. А, блин, баг какой-то произошел непонятный. Да ладно, я добылся. И во второй фазе, когда она будет пыляться всеми такими штучками, мы, короче, будем вот тут отвертеться. Ну что ж, давайте сломаем бутон и погнали. Так, автопауза не включена. Ну, я думал, включить. Не было, можно включать. Выпиваем все хилки, но у нас только ускорение. И ломаем этот бутон. Субтитры сделал DimaTorzok Как мне повезло, и я нашел тут бутон плантеры. Вот, вот он он, да, вот он прям. Бутон и тут, кстати, местность довольно расчищенная, так что погнали туда срочно, потому что сейчас уже скоро этот начнется, как ночь, и мне нужно будет заселить твою медсестру. Кстати, если мы в этот раз не сможем победить ту плантеру, то я не знаю, в какой мы раз мы сможем победить, потому что с медсестрой это намного легче ее победить. Тем более, кстати, этот бутон плантеры, он может как заспамиться в первые секунды, так и не заспамиться вообще за час. Так что, вот такие дела. Кстати, тут нам повезло с местностью, и толком ничего не надо подделывать. Только вот тут выровнять поверхность, также еще сделать домик и для медсестры, и, в принципе, все. Так, ну все, я мини-аренку тут построил. Вот медсестра, в принципе, денег, на деньги нам пофиг. Ладно, что ж, погнали. Скорее, сколько у нас с вами пойдет, нам нужно еще будет посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Иска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, есть! Великое Южное Листо растение. Так, сейчас посмотрим, что это. Повезите Демского монстра Гуны-Нжунлю, Палантеру. Так, выпали ракеты и амутаметы. Ну, в принципе, стандартно, это почти всегда выпадает. так самое главное это ключ от храма а храм у нас вот этот вот так что сейчас пойдем туда есть наконец-то я нашел вход в этот храм храм ты давно уже знал где находится вот вход в храм я не знал где находится так тут короче надо быть зверски аккуратным потому что тут очень много вот таких вот ловушечек нужно взять какой нибудь инструмент и все их убирать это замедлит наше падение значительно очень медленно падает в принципе это оружие даже тут справляется и очень круто я вам так скажу вот и счет если так понимаю ну конечно же а еще и у меня иммунитет к этому сработал точнее к ловушкам не к ловушкам с помощью титановой брони о мимик подражатель так ладно короче увидимся уже там кстати к нам киборг прибыл ну все короче вот он толкань тут конечно же моего призывать не будем лучше дома это взять только вот одна проблема у нас нет нужных вещей для того чтобы его там дома призвать но я их счастье это буду все добудут точнее опа еще потом пантеры на эту пантера мы валить не будем может когда-нибудь когда мы пройдем лорда лунного лорда тогда может быть и завалим если не забудем но тогда мы уже закончим игру ладно короче я иду в шаг закупился арсеналом и у нас теперь точно все есть так короче наконец я дошел до этого алтаря и посмотреть сколько я всякого хлама получил так короче нам сейчас надо брать этот сундук нафиг обниму что лежат всякие вещи выбираем нафиг нафиг так берем тот гачный ключ выставляем вот так вот провода выставляем активаторы вот так вот так теперь выставляем рычаг куда-нибудь сюда подводим к нему сигнал и бам да это это работает это офигенно что-то работает круто так ну и короче вот он этот алтарь ящера теперь телепортируемся домой ты пришелся и тут принципе мы будем валить этого голема или голема не знаю так вот сюда вот поставим его батарейка ящера так и погнали короче я проиграл тумбосу придется заново его убивать короче новая попытка так есть наконец-то хух в чем получили киркопил да киркопил это очень крутая кирка смотрите тут 200 мощности кирки тут 210 и она поэтому бывает кстати тумбосу ящеровой кирки печи ну мук парни короче все теперь в спорту появились человек дальше культивной атехи Вот, и в следующей серии мы будем уже увалить этих культистов-лунадиков, но сейчас я еще пошел на этот, завалил, точнее, марсианское безумие, но это будет в следующей серии. А с вами был Флайзен, надеюсь, вам понравилось это видео, всем удачи, всем пока.